Что же требуется от меня, когда буква Нунс Сукунам встречается с одной из 15 букв Ихфа? От чтеца требуется, чтобы он после произношения буквы, предшествующей буквы Нунс Сукунам, подготовил речевой аппарат для артикуляции буквы, следующей за буквой Нунс Сукунам. При этом от буквы Нунс Сукунам остается лишь Гунна, выходящая из носовой полости. Что же касается самой буквы Нун, то она не произносится. Когда мы читали с правилом Исхар ясное чтение, если бы мы в этом слове ясно прочитали Нун перед буквой Ф, то это звучало бы так. Но при сокрытии Нун мы так не делаем. В этом случае после произношения Хамзы мы приводим речевой аппарат в такое состояние, как будто сейчас произнесем букву Ф, и говорим так. Итак, речевой аппарат уже готов к произношению буквы Ф, но при этом чтец издает только звук Гунны из носовой полости, когда заканчивается время, отведенное для произношения Гунны. А по своей длительности она в данном случае является полной. И приходит время для следующей буквы Ф, то мы произносим ее без Гунны. Таким образом, теперь у нас есть буква Хамза, и после произношения Хамзы речевой аппарат принимает положение готовности к произношению буквы Ф. И в этом положении мы произносим Гунну из носоглотки. И третий этап — это буква Ф с согласовкой Дамма, Фу, при произношении которой звук Гунны уже не выходит. Это и есть то, что мы объясняли немного ранее, когда изучали определение Ихфа. Мы сказали такую фразу с оставлением Гунны в первой букве. Поэтому, когда мы говорим Фу, то Гунна при этом уже не выходит. Поэтому мы не говорим... То есть не произносим Гунну вместе с буквой Фа. Мы оставляем Гунну в первой букве, а именно в букве Нун. По такому принципу и произносится буква Нун с правилом Ихфа. И это в том случае, когда за буквой Нун с Сукуном следует одна из 15 букв сокрыть.